Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. 23 августа. Этот день праздник со слезами на глазах. Город Бендеры, а с ним и вся республика в этом году отмечает 80-летие со дня освобождения Бендер от фашистов. Ветераны помнят этот день так, словно это было вчера. Их семьи тоже. Внуки помнят по рассказам старших, а правнуки знакомятся с историей, чтобы рассказать о ней будущим поколениям. Марш правнуков победы бендерских дошколят останется в их памяти трогательным фото. Салют прадеду! Инсталляция «Летят в бессмертие журавли». Акция «Георгиевская ленточка». Шествие бессмертного полка. Все это напоминание о том, что была война. Что неправильно принимать мир как должное. Мир — это люди, которых мы не знаем, чьи судьбы стали фундаментом нашей жизни. Десятки миллионов солдат погибли и пропали без вести. Но их однополчане дошли до Берлина. Кто-то из них с вами рядом. Пока их можно обнять, увидеть, поздравить, посмотреть в глаза, которые видели победу. Но этого мало. Память, она же не в альбоме хранится, а проявляется в поступках. Нужно помогать людям, которые прошли невероятно трудный путь войны. Нужно беречь памятники, посвященные тем событиям. Нужно знать и хранить историю. Чтобы никто не мог ее исказить, закладывая в наш ум то, чего не было. Для этого и нужны уроки истории. И темы, касающиеся Великой Отечественной войны, каждый из нас обязательно должен знать. Ведь это было совсем недавно, а не в прошлой эре. Это биография каждой сегодняшней семьи, не так давно жившей в СССР. Стране, которая победила фашизм. Город Бендера освободили в ходе девятидневной Яско-Кишиневской операции. И в войсках, участвовавших в ней, были люди со всех 15 республик. И, конечно, бендерчане. Недалеко от Тирасполя, в селе Кицканы, на самой высокой точке, рассекает небо 35-метровый мемориал в форме бетонного штыка. Это обелиск славы. На его чугунной плите высечен текст. 20 августа 1944 года отсюда с Кицканского плацдарма начали наступление войска 3-го Украинского фронта, которые совместно с войсками 2-го Украинского фронта, Черноморского флота и Дунайской военной флотилии в ходе Яско-Кишиневской операции окружили и разгромили мощную вражескую группировку и завершили освобождение Молдавской ССР от фашистских захватчиков. Обелиск установлен в память о героях, погибших в ходе боевых действий 1944 года. Кицканский плацдарм был отвоеван у фашистов и стал важным стратегическим пунктом советской армии. Четыре месяца бойцы мужественно удерживали высоту ценой у своих жизней. Отсюда в ходе Яско-Кишиневской операции и был нанесен главный удар по противнику. В итоге Молдавия была освобождена, южные войска Германского фронта разгромлены, а Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции. По значимости Яско-Кишиневская операция стоит в одном ряду с такими битвами, как Сталинградская и Курская. На рассвете 20 августа 1944 года громадная линия 2-го и 3-го украинских фронтов пришла в движение. Артиллерию 3-го украинского фронта поддержала штурмовая авиация. Советские войска атаковали позиции румын и немцев с двух концов – северо-западнее Яс и южнее Бендер. Нужно было отрезать врага и открыть наступающей советской армии дорогу в Румынию. Стратегический замысел операции был в том, чтобы ввести в заблуждение противника и нанести сокрушительный удар в месте, откуда он его не ждет. Ожидая нападения со стороны Дубасар, фашисты оказались не готовы к удару со стороны Кицканского плацдарма. Эта важная стратегическая точка тогда занимала площадь около 70 квадратных километров. Была хорошо оборудована в инженерном отношении, и к началу Яско-Кишиневской наступательной операции тут размещались пять стрелковых корпусов, один механизированный корпус, 51 артиллерийский полк, до 30 специальных частей. Было вырато и оборудовано около 200 километров траншей с ходами сообщений и блиндажами. Построено 9 мостов и 470 километров дорог. Второй и третий дни наступления были тяжелыми. Шли ожесточенные бои за главную высоту 150-0. Это возвышенность на условной границе Приднестровья и Молдавии, возле сел Гиска и Хаджимус, в пяти километрах от Биндер. Здесь решалась судьба Яско-Кишиневской операции. Перед врагом, находящимся на высоте, открывался широкий обзор. Подступиться к горе было невозможно. Но высота 150-0 была взята. Под прямым обстрелом боец Николай Курило подполз к немецкой пулеметной точке, встал во весь рост и бросил связку гранат. Он погиб, но уничтожил противника. 23 августа наши войска освободили город Биндеры. Фронтам помогла и авиация. За два дня советские летчики совершили около 6 350 вылетов, нанося удары по румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. В ходе Яско-Кишиневской операции советские войска окружили и разгромили 18 дивизий противника и 830 танков. Захватили пленными 208 600 вражеских солдат и офицеров. Именно Яско-Кишиневская операция оказала решающее влияние на дальнейший ход боевых действий по освобождению балканских государств. Яско-Кишиневская операция стала седьмым сокрушительным ударом по войскам гитлеровской армии. Кто к нам с мечом придет, отмечая погибнет. Помните чьи слова? Александра Невского. Кстати, именно его бюст украшает парк в Бендерской крепости. Да и сам парк в его честь назван. Александр Невский прославился как полководец. Он одержал блестящие для русских победы. 15 июля 1240 года над шведами в 20 лет, за что и получил прозвище Невский. И 5 апреля 1242 года над Ливонским орденом, когда остановил на Чудском озере католиков, желавших подчинить себе христианскую Русь. Поэтому парк назвали в его честь. Не только. На территории Бендерской крепости еще в 1833 году был построен военный храм в честь Александра Невского. В православии он покровитель воинов, защитников родной земли. Кстати, как раз о воинах, которые освобождали Бендеры, и будет наш следующий сюжет. Смотрим. В этот день, 80 лет назад, войска 2-го и 3-го украинского фронтов освободили город Бендеры. Сделать это было непросто. За три года оккупации немцы создали из Бендер мощный узел сопротивления. Одна бендерская крепость чего стоила. Кирпичные стены восьмиметровой толщины. Перед воротами четыре подъемных моста. Вокруг 10 бастионов, окруженных глубокими рвами с каменной кладкой. По периметру крупнокалиберное орудие, из которого простреливались оба берега Днестра. Бои за освобождение Бендер начались еще в середине апреля. Тогда части Красной Армии пытались форсировать Днестр в разных местах. Однако враг и не думал сдавать позиции. И только на третий день Яско-Кишиневской операции, в ходе ночного штурма, город Бендеры был освобожден от фашистских захватчиков. О том, как это было, в своих книгах рассказывали бендерские писатели. Штурм нашими войсками Бендер ночью. Беспрерывно висящие в небе ракеты. Видно, как днем. Слышны крики «Ура!». Мощный огонь артиллерии и работы авиации. Ад. А уже в 7.30 утра сводный отряд, состоящий из красноармейцев 93-й и 223-й стрелковых дивизий, под командованием подполковника Емельяна Ермакова, вошел в оставленный фашистами город. Цитата из книги Зои Витковской. «Нет, это был не город. Это было место ужасающего запустения с грудами кирпича и камней. А то и просто глины на месте строений. С дикой травой почти в рост человека, заполонивший мертвые улицы. А сквозь эти дикие заросли проглядывали остовы домов. Сорванными крышами, пустыми глазницами окон и бутты беззвучно, молящими о помощи, раскрытыми провалами дверей. И как меты времени на многих уцелевших стенах в квадрате рамки надпись. Проверено. Мин нет. Гвардии капитан Полтавченко». Благодаря умелым действиям отряда Ермакова и саперов, крепость, подготовленную к взрыву, фашистам уничтожить не удалось. Наконец, над городом зарделось Красное Знамя. А уже вечером в Москве по этому случаю прогремел праздничный салют. Девять красноармейцев получили звание Героя Советского Союза. А именами освободителей названы улицы города. Улица Емельяна Ермакова и улица Николая Курила. Среди советских полководцев стоит отметить генерал-лейтенанта Николая Гогена и генерал-майора Аполлона Крузе. Первый командовал 57-й армией, а второй – 93-й стрелковой дивизией, входившей в состав этой армии. Их острый ум и верная тактика помогли освободить бендеры от врага. На фронтах и в тылу бендерчане проявили колоссальное мужество и героизм. В их числе Павел Бальбот, полный кавалер Ордена Славы. Василий Орехов, командир 89-го стрелкового полка 28-й гвардейской стрелковой дивизии. Петр Чайковский, удостойный в годы войны звания отличник социалистического соревнования танковой промышленности СССР. Всего в боях за бендеры погибло более трех тысяч солдат и офицеров. И каждый из них – герой. Они отстояли город и навсегда вошли в его историю. Война – это всегда страшно. И на фронте, и в тылу. Да. Что чувствуют люди, три года жившие в оккупации, входя в родной уже освобожденный город? Радость и печаль. А еще надежду, что война сюда больше не вернется. Мирные жители потихоньку возвращались домой. А советская армия шла дальше, до конца. В 44-45 годах полностью или частично были освобождены Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, Польша, Чехословакия, Австрия, Дания, Норвегия и Германия. А город воинской славы – бендеры – день за днем и год за годом восставал из пепла, потому что жизнь продолжается. И сегодня в память о героях войны к мемориалу люди несут живые цветы, потому что живы только те, о ком помнят их потомки. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и падают нам голоса. Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу глин усталый, Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может это место для меня На стане день лишь угром не листает Я поплыву с тобой же в сезоне Ты с под небес, по птичь, откликая Всех вас с тобой оставил на земле Мне кажется порою, что солдаты С кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и падают нам голоса. Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok